К сожалению, в некоторые места в Таиланде вас с камерой не пустят, и в некоторые с детьми лучше не ходить, иначе ненужных для молодого поколения вопросов, из которых самый безобидный «А почему эта тетя выше тебя, папа?» не избежать. Ну, сложно молодому поколению объяснять вывихи человеческой психики. Поэтому пойти посмотреть «Альказар» или «Тиффани шоу» лучше вдвоем. Куда при этом детей девать, я лично понятия не имею, но посмотреть стоит однозначно. Телевизионщиков такими приколами удивить, конечно, сложно, но я был поражен и костюмами, и декорацией, и акустикой. Ничего подобного и настолько продуманного, честно говоря, не видел. Потрясение вызывает техническое оборудование, свет, звук. И такого вы не слышали, если не предшествовали, конечно, в Поволжье или не покупали акустику по саунде. Деньги и немалые вложены в свет и в костюмы. И нигде прежде я лично не испытывал удовольствия от такой стопроцентной фанеры. Цена входного билета колеблется от 1000 до 1500 рублей. Их совершенно не жалко. А совместно распитые с дружественными таксистами виски гарантируют лучшие места, а не те, которые по дешевке скупают гиды. Если нет желания платить из-за такси до Северного Паттайи, можно добраться на маршрутке. А Лакарн Шоу располагается недалече от южного супермаркета Биг Си. Да, и не покупайте русскоязычную карту Паттайи. Там ни одно это место, разумеется, не указано. Здесь вообще реально можно сэкономить на экскурсиях. И перешествие в Таиланд не окажется таким уж ушибающим семейный бюджет. Теперь про то, куда можно отправиться, но мы не поехали. Это на острова. Можно туда прокатиться группой за кругленькую сумму, а можно и за 15 рублей на речных трамвайчиках, уходящих с центрального пирса. Возможно, в сезон, то есть зимой, при полных пляжах, эта тема и актуальна. Мы же не в сезон, который, кстати, продолжается с апреля по ноябрь, были не обделены вниманием солнца, 35-градусным теплом и 28-градусным морем. И крайне низкими ценами на все. И вот, наконец, на второй день нашего пребывания в Таиланде, на замечательном курорте Паттайи, что, в общем, не так далеко от Бангкока, мы решили помочить ножки в Бенгальском заливе. Бенгальский залив, он напрямую выходит в Тихий океан. Поэтому, вот сами подумайте, какой здесь приливчик. Если мы сейчас находимся в момент отлива, и вот только что завелись лодки, а значит, идет волна. Вот, собственно говоря, и объяснение тому, что тут случилось буквально 2-3 года назад. Ну, помните цунами, да? Только тут была другая сторона Таиланда, которая выходит в Индийский океан. А здесь, здесь ничего не случилось. И вряд ли случится. Почему народ не ездит в Таиланд? Я не совсем понимаю, мне понравилось. И почему здесь такое небольшое количество русских туристов? Все очень просто. Мы почему-то начали считать денежки, или бы сильно устаем, потому как, ну да, 8-9 часов перелет немножко сложновато. Но, но зато здесь всегда гарантированный вот такой вот замечательный теплый океан, из которого можно и не вылазить. А сейчас, а сейчас мы дождемся хорошей волны, я вам покажу, чем я тут собираюсь заниматься. Это действительно серьезный взрослый экстрим. Теперь и для начала про адреналин тайского разлива. Ну, шоу со змеями – это первая ступень. Другое шоу у нас начинается. Конечно, можно напрячься и прикупить себе водный мотоцикл и здесь, на Южном Урале, погонять. Но там, в Таиланде, за 600 рублей за полчаса это можно сделать проще. Водные мотоциклы дают вам дивные ощущения и дивные перегрузки, последствия которых можно почувствовать и на следующий день, и при монтаже этого фильма, через 3 месяца. Если надорванные руки и отбитая задница начинают себе давать знать сразу же, то деформация купальных шорт первоначально вроде и незаметна. Так, элементарная техника безопасности по-тайландски. Вот пункт так. Вообще все дешево стоит. Вот мы сейчас взяли на полчаса. Переводим на рубли. Сумма к вилленту 700 рублям. То есть выгодно, да, ездить? В Таиланд, ну, в сезон дождей. Где они, только непонятно. Ну что ж, теперь еще немножко экстрима. На пассажок, скажем так. Погнали! И небольшой ахтунг. Надо быть твердо уверенным в своих драйверских возможностях, прежде чем вытворять подобное. Глубина воды здесь была не более метра, и так крутиться лучше всего и безопаснее на тех самых островах. Здесь же можно запросто волкнуться в припаркованный катер или лодку и попасть на приобретение двух тайских плавающих средств в подсходной цене. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Вообще я большое любитель теплой воды. Чтобы теплая вода была 27 минут, а может быть даже и 30. Так и вдвойне вкуснее. Ну что, приезжайте сюда? Учебный город Паттайя. Что, в Таиланде, разумеется. Теперь про сервис и про пляж. И это не Турция, это не Египет и не Индия. Здесь свой колорит. Нет пляжевых отелей на манер турецких и египетских. Соответственно, нет необходимости носить маркеры. Дайвинг есть, но в открытом море. Шезлонги стоят небольших денег, а не бутылку пива, как в Индии, например. Пляжный сервис, ну не в сезон, по крайней мере, показался навязчивым. И думается, в сезон крайне симпатичная девушка с округлыми формами, как и не самые симпатичные лысовато-толстоватые крендель, не будут привлекать к себе столько внимания. Но нам было приятно покушать только что приготовленных кальмаров, купить качественного холодного пивка с королевскими креветками, и оттянуться фруктами, и заплатить за все 300 рублей. Если вы были этим летом на пляже Юбилейного или в Сачах, то больше мне вам ничего объяснять не надо. Да, ребята, подчас низменное чувство зависти. Именно оно вас побуждает к тому, что вы двигались, зарабатывали чуть больше денег, чем остальные. Ну, в данном конкретном случае мы решили деньги не заработать, а сэкономить. Сами подумайте, общая стоимость поездки обошлась нам, ну, примерно вместе с полетом до Москвы из Уфы и обратно, ну, 60 тысяч рублей. Нормально, да, в Таиланд? В начале лета мотануться. Вот, а теперь дальше держитесь за животик и подумайте сами, что на озере Бану вы, конечно, не сможете поесть шашлык из кальмаров. Примерно за 80 рублей, вот порция. Вы, конечно, не сможете покушать ананас за 20 рублей, по весу четкое полкило, сердце дракона, ну, это поменьше, и свежую папайю. Да, если вы обратите внимание, почему приятно в ней сезон путешествовать, так скажем, ну, не в зиму ехать в Таиланд, потому что на пляже, вот, по крайней мере, вот здесь вот, мы одни. Соответственно, цены более чем низкие, удовольствие более чем большое. Так что думайте, соображайте. И хотите делать, как мы, можете сделать и лучше, чем мы.